Приветствуем вас на портале TENGRE NEWS TV. У нас в гостях Чингис Лепсибаев, организатор эпизода реконструкции Анаракайской битвы, которая будет производиться у нас в Акмолинской области. Чингис, расскажите, в чем идея и первое ли это будет реконструкция в Казахстане подобной битвы, которая стала, кстати, решающей для казахского народа? — Добрый день. Для начала хотел бы представить живого реконструктора. Это движение у нас на самом деле уже есть. Для чего мы запланировали, придумали создавать вот эту реконструкцию? В настоящее время все наше патриотическое воспитание сводится к достаточно обыденным вещам. Это обычно некое ношение флага большого или многих маленьких флажочков. — Такой карманный патриотизм. — Да, да, скажем так. Живой картинки такой, чтобы каждый мог, сидя дома, посмотреть и сказать, я так же хочу, мне это интересно. То есть такой картинки в данный момент нет. Движение исторической реконструкции сейчас очень популярно. Из таких известных, например, Бородино. Ежегодно в годовщину Бородинского сражения происходит большое театрализованное шоу. Она очень смотрибельная, очень зрелищная. Туда очень много можно вывозить людей, в том числе туристов. И это очень сильно поднимает дух. И мы решили, почему нет, почему бы такое не сделать и у нас. И мы очень серьезно думали над этим вопросом. То есть как это можно организовать. И вот спасибо Министерству культуры, они нас поддержали. То есть мы в середине октября будем делать в Боровом, потому что это наиболее близкий регион к Астане, в котором можно снять битву именно в поле. Плюс Боровой — это ключевое место для туристов. Мы рассчитываем, что именно в Боровом такие мероприятия будут проходить часто. Это будет еще одним стимулом для привлечения туда туристов, скажем так. А второй момент, почему именно Наракайская битва, то есть это ключевое событие в казахской истории, когда все наши жузы, все рода, независимо от их личных предпочтений, объединились. И это впервые казахи выступили единым фронтом против какого-то общего, будем говорить, неприятеля. Ну и как бы оговорюсь, мы, естественно, то есть это не группа энтузиастов. Мы привлекли наиболее известных казахстанских историков. Мы привлекли, естественно, и Министерство образования, поскольку патриотизм, в том числе молодежный, он ключевой. Мы привлекли, постарались к этому максимально. Например, есть такая ассоциация Минавилем, то есть это ассоциация, которая специализируется на этническом туризме, да, и на внутреннем. То есть они ставят этно-аул. Этно-аул — это те юрты, питания. Ну да, там будет полностью воссоздан такой исторический казахстанский аул, да, 15-16 века. Там будут стоять юрты, в юртах будут сидеть мастера, там будет национальная кухня, там будут стоять качели казахские, ну и так далее, и так далее. То есть это будет стопроцентно аутентичный пейзаж. Чунгиз, но получается реконструкция не битв, даже какого-то отдельного эпизода, это на самом деле очень затратно и очень массово. Сколько человек планируется привлечь? Мы планируем общее, то есть в общем, да, включая историков, включая блогеров, включая как бы тех людей, для кого необходимо это показать. Я говорю про государственных деятелей, где-то будет порядка 100 человек. А реконструкторов самих, да, то есть именно тех, кого будут снимать, где-то порядка 50. Люди, кони, кто будет в кадре? И люди, и кони, и юрты, в общем, все как положено. Скажите, ну 50 человек в таком обмундировании тоже очень тяжелоемкий труд. Кто будет делать эти костюмы, да, и сколько они весят, сколько сил нужно, чтобы их носить? Вы знаете, это очень, на самом деле, самый большой и серьезный вопрос, да, и самая большая проблема. Дело в том, что в Казахстане в данный момент практически такие костюмы не делаются. Это очень затратная вещь. То есть костюм один где-то стоит порядка тысячи, полутора тысячи долларов один, да. В Казахстане их делают какие-то, ну очень локальные ремесленники, будем говорить. Ну это ручная работа. Это ручная работа, естественно. Причем это не фабричное, да, то есть это делают энтузиасты. То есть одна из целей этого ролика, вообще этого проекта, да, то есть не только создать, будем говорить, индустрию, то есть зародить среди ремесленников, каких у нас много, да, в стране, желание заниматься именно реконструкцией именно исторического костюма. И вот в тему этого вопроса мы хотим по итогам этого проекта, не хотим, а уже заложили создание небольшой методички, такого иллюстрированного альбома, где будет по нескольким историческим эпохам прямо описание костюма военного, да, амуниции, описание вооружения, которое использовалось, и краткая инструкция, как этот костюм делать. То есть получается пособие, практическое пособие, сделай костюм дома. Да, да, чтобы, допустим, любой молодой человек, сидя в Кустанае, да, смог на коленке сшить этот костюм, чтобы там было описание, да, и потом объединиться в некий клуб. И условно говоря, то есть вообще такая далекая наша мечта, чтобы через 2-3 года у нас был, в каждом регионе Казахстана был хотя бы небольшой такой клуб, но очень зрелищный, да, который бы смог бы выступать в каких-то мероприятиях, который смог бы аккумулировать вокруг себя молодежь, которым было бы интересно, да, пострелять из лука, покататься на коне, сделать какой-то исторический костюм, да, просто посмотреть, это же круто, а потом сделать, как в Венгрии, да, то есть в наших, так сказать, тюркских вратьях, сделать ежегодные форумы, да, то есть такое соревнование некое на лучший костюм, на лучшего всадника, некий такой рыцарский турнир казахский и так далее, и так далее. Но вот эти вот 50 костюмов для тех 50 человек, которые будут участвовать в реконструкции, они уже готовы? Они, то есть частично заказаны, а частично мы все-таки хотим их, ну, как бы подсобрать у тех людей, у которых они есть, то есть на киностудиях, потому что, ну, 50 костюмов сделать, ну, условно говоря, это около 80 тысяч долларов, в чистом виде, да, не считая коней. То есть таких бюджетов, к сожалению, у Министерства культуры в данный момент на эту тему нет. Данный проект, вот, в создании элемента битвы, он войдет в какую-то программу культурную, да, от Министерства? То есть будет ли практика ежегодного проведения реконструкции той или иной битвы? Ну, мы надеемся, да, то есть если в этом году мы все сделаем хорошо, то, в принципе, мы рассчитываем, что финансирование на такие вещи, да, оно будет в каждом регионе, потому что, как бы, вот реконструкция историческая, это тема однозначно позитивная. В ней практически нету, да, то есть каких-то негативных моментов, если делать правильные исторические моменты, реконструировать, да, я скажу так. Вот, в принципе, это полезно и с точки зрения патриотизма, и с точки зрения знания собственной истории, и с точки зрения привлечения туризма, и чисто вот информационно, да, то есть это яркое зрелище, да, которое, ну, безусловно, интересно. Спасибо вам за то, что нашли время с нами побеседовать.